вас приветствует вечерний политпросвет сегодня поговорим об оборонном заказе экспорте вооружений святости и нудистах какая связь спросите вот такая третьего дня авторитетное индийское издание money control контроль за деньгами это важно обвинила москву в том что она буквально выкручивает руки нью-дели заставляя буквально втюхивая индийцам бесполезные комплексы с 400 триумф бесполезными ясно дело их считает авторитетное индийское издание money control видите ли оказывается с 400 триумф за все время употребления в сирии не перехватила ни одной ракеты не сбила ни одного самолета словом явно бесполезное приспособление и спрашивается зачем нью-дели собирается такую дрянь закупать вот совсем недавно индейцы гордо отказались от контракта на производство замечательных тяжелых многофункциональных истребителей пятого поколения су-57 но это те которые в девичестве т-50 а вот теперь значит москва собирается продать чтобы компенсировать потери от сорванного контракта бесполезные с 400 индийским обозревателям невдомек а может быть вдомек но они не собираются об этом говорить что с 400 никого не перехватило не потому что триумф плох а потому что из него не стреляют служит он ровно для одной цели для защиты базы хамини в сирии ну а так как туда вроде бы никто с воздуха не нападал то и бабахать из сверх дальнобойного комплекса пво не потребовалось кстати было бы интересно но слава богу что и не потребовалось так вот совсем недавно вашингтон это я так перехожу к следующему пункту нашего балета выкручивал руки анкаре говоря что все-таки с 400 покупать не надо потому что есть хорошие духоскрепные комплексы патриот вот их нужно покупать но турки впрочем не повелись это все о чем говорит о том что су-57 не хорош или может быть с 400 не очень ну вроде бы нет фирма сухого самолет пятого поколения по крайней мере не хуже других будет ds-400 вроде бы замечательная установка даже лучше чем с 300 от которых буквально все пищат такая на хорошая однако что-то один контракт срывается второй контракт срывается чем дело у нас же вроде как свободная конкуренция а вашингтон не дает покупать наше вооружение но это как не совсем недавно в девятнадцатом веке англичанка гадила теперь американка занимается тем же самым ну и вроде как санкции и таким образом престиж страны падает в том числе там где со времен советского союза мы были традиционно сильны в оружейном экспорте в чем дело а дело в том что уважать вас просто так никогда никто не будет даже если вы будете делать самое замечательное оружие уважать себя нужно заставлять и если вы думаете что у советского союза просто так все было замечательно с экспортом различных предметов в том числе и предметов вооружения то вы глубоко заблуждаетесь у советского союза не возникало никаких проблем только по одной причине потому что варшавский договор так или иначе контролировал половину земного шара и вот на этой половине земного шара с удовольствием покупали наши предметы вооружения не только их но и в том числе почему во первых потому что они хороши второе потому что лучшая половина земного шара была связана с советским союзом тысячами тысячами и может быть даже десятками тысяч трудно разрываемых технологических и экономических цепочек поэтому у нас покупать все это было очень выгодно а теперь вдруг американцам показалось что не надо чтобы с-4 составили в турции хотя турция это член блока нато и потенциальный враг россии зачем мы поставляем с-400 понять трудно тем не менее сша решила что этот рыночек лучше оставить под собой все проблемы с индусами вот как-то не очень здорово получается но почему потому что индусы покупают самолеты рафаль в индии хотя они гораздо дороже чем су-57 и очень вряд ли лучше потому что нет у нас контроля тем регионам земного шара потому что все извините прогажено в том числе и в нашей замечательной внешней политики с которой вроде бы все замечательно такой каламбурчик получается на политическую тему зато у нас министерство обороны есть чем заняться например построить самый большой военный храм вот прямо как в архаммере если на поле боя окажется храм то мораль всех войск поднимается на 80 процентов а если главный храм будет связан с ними со всеми то наверно на все 160 процентов мораль войск поднимется пока мы не будем говорить то что ступени храма должны быть отлиты из трофейной немецкой техники и вооружений я не знаю кто догадался такой чудесной идеи потому что это уже исторические памятники и переливать их на что-то еще это вандализм но это мы пока не будем брать в расчет надо взять в расчет то сколько хотя бы примерно этот храм стоит я не знаю сколько он стоит я знаю что в москве программе 200 храмов шаговой доступности по приблизительной оценке московской патриархии храм на 250 прихожан стоит 90 миллионов рублей такая вот неплохая сумма главный храм министерства обороны будет включать себя не 250 человек и мне страшно подумать сколько он стоит а при этом алмаз антей та самая корпорация которая является одновременно папой и мамой комплексов с-400 комплексов с-300 комплексов бук и многих других вынуждена сокращать сотрудников потому что государственный оборонный заказ к 2020 году того о чем представители алмаз антей предупредил лично страшно сказать кто мы тоже не будем произносить его имени мало ли что вот на это на храм министерства обороны у нас деньги и есть ну а так как с-400 теперь не очень здорово продается на сторону а свой оборонный заказ вроде как уже почти выполнили только может быть с уникальных предприятий часть людей это поувольнять говорят до 20 процентов местами будут увольнять алмаз антея и это между прочим алмаз антей который является одним из флагманов и наиболее благополучных предприятий в богатом и пышном соцветии фирм которые обслуживают нашу оборонку но при этом к чему приковано внимание слуг народа вот тех самых парней которые заседают в государственной думе а вот например депутат виталий милонов предложил арестовывать и штрафовать всех посетителей нудистских пляжей в стране как сказал депутат если видите нудиста знаете что в этом месте милиция работает плохо сегодня нудист а завтра маньяк вот меня конечно сразу поправят зачем ты жуков обращаешь внимание на этого клоуна да виталик похож на клоуна однако он не одинок в государственной думе кто-то его туда регулярно избирает и между прочим платит зарплату которая примерно равна министерской обеспечивает его казенным жильем обеспечивает его казенным транспортом и между прочим когда он выдает в эфир подобные ценные инициативы он занимает рабочее время то время как неплохо бы разобраться собственным оборонным заказом собственной обороноспособности ну и проконтролировать в конце концов ситуацию которая складывается с алмазом тем на фоне разворачивающейся настройки главного оборонного храма страны даже если мы победим всех нудистов и у нас будет не один а три мега алтаря обороноспособность в стране не вырастет это я могу гарантировать на сто сорок шесть процентов а на сегодня все товарищи